Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Не знаю, что там говорит статистика, но по моим личным ощущениям число конфликтов в семьях с участием детей школьного возраста увеличивается именно с наступлением учебного года, а потому всем родителям стоит запастись терпением. Поможет в этом известный педагог Дима Зицер. Предлагаю посмотреть его интервью в программе Beauty Time. Речь идет о твоем любимом человеке. Кто-то кого-то бил и получилось хорошо. Чему учили, тому и научили. Дим, ты уверен? Уверен. Девочка должна быть такая полурукодельница, полупроститутка. Мама, что с тобой? Они же иначе перепутают, мальчики они или девочки. Вы серьезно? Дима Зицер. Человек, отец, педагог. Сегодня в гостях у нас. Здравствуйте, Дима. И первый вопрос. Какие сегодня, назовем их так, тенденции воспитания существуют? Ведь сегодня все не так, как было 150 лет назад, 200-300, даже не так, как это было в то время, когда воспитывали нас. Конечно, есть тенденции, но эти тенденции напрямую связаны, мне кажется, с тенденциями развития человечества вообще-то. Ну, еще 150 лет назад на вашем месте сидел бы только мужчина, правда? Только мужик с мужиком, как мы понимаем. Тенденция, конечно, тенденция. Человечество идет вперед и открывает какие-то новые углы зрения. Мне кажется, это очень здорово. И в этом смысле, конечно, позиция, а вот, значит, там, не знаю, 200 лет назад детей били или кто-то кого-то бил и получилось хорошо, да нехорошо получилось. Потому и меняются взгляды, что получилось нехорошо. И получается чаще всего нехорошо. То есть, может быть, никто не погибает, но, как выясняется, может быть, намного лучше. И от того, что сказать, да, вы здесь сидите, а не кто-то другой. Вы, которая понимает, я полагаю, в своей профессии, понимает, о чем она хочет спросить, что она хочет выяснить. Ну, с этим абсолютно то же самое. Педагогика ведь как устроена? Чему учили, тому и научили. Ну, вот, собственно, и все. Учили, что сильный должен обижать слабого. Ну, и научили. Меня давно волнует такой вопрос, почему, когда ребенок маленький, он нас умиляет и радует по любому поводу. Там, первой своей улыбкой, первыми шагами, первыми словами. А впоследствии, когда уже лет побольше и, например, не вовремя решенный пример, у нас вызывает, ну, в лучшем случае, отчаяние, досаду, а то и просто вот какую-то гамму негативных чувств. Почему так получается, что мы до определенного возраста, безусловно, принимаем ребенка, а потом не безусловно? Это блестящий вопрос, я должен вам сказать. Просто блестящий, который задается довольно редко. Действительно, этот процесс, о котором вы говорите, стоит понаблюдать. Потому что есть общественная рамка некоторая, которая давит на нас очень сильно. На любого из нас, на меня, на вас, на оператора вашего, на кого угодно. Общество как будто диктует нам, что мы должны. Теперь, поскольку так получилось, что нас воспитывали или растили в системе координат сравнительной, мы бесконечно и сравниваем. Почему он решил пример, так сказать, недостаточно хорошо? Потому что у меня соседка сегодня утром рассказала, что ее-то внук или ее-то сын решил 40 примеров. Причем уже в Кембриджском университете он это делает года в три. В этот момент я оказываюсь в поле давления очень-очень сильного. Вот и все. Из этого давления можно выбраться? Конечно, можно. Как? Да, в общем, мы уже сказали. Остановиться, выдохнуть и вспомнить, что речь идет о твоем любимом человеке, что он не машина для решения примеров, что он не машина по уборке постели, что он не... Да? В первую очередь речь идет о том, что мы получаем удовольствие от общения друг с другом. Он будет учиться у вас точно в любом случае. Дим, ты уверен? Уверен. Дим, откуда ты знаешь? Слушайте, знаю, но профессия моя и наблюдаю, да и вы знаете. Он точно научится решать примеры. Но было бы круто, если бы при этом он еще научился задавать себе вопрос, зачем я решаю примеры? Это прям круто, это высший пилотаж. Зачем? Не в смысле не хочу, вот не услышьте меня неверно, а зачем? Это хороший вопрос. Как мне это помогает понять себя? Как мне это помогает остановить отношение с миром? Как мне это помогает? Ну, в общем, вот это вот все. Да? И действительно, поэтому пока человек маленький, да, принято умиляться и по щечке трепать, и по головке гладить, и вы совершенно справедливо говорите, у нас откуда-то огромное количество терпения. Потому что модель такова, что пока он растет, совсем малюсенький. Ну, как бы так вот, ну что он сам действительно ничего, без мамы ни туда, ни сюда, поэтому мы его здесь подвинули, здесь обняли, здесь поцеловали и так далее. Чем старше он становится, тем больше у него, чем больше проявляется его самость, вот такое я слово скажу, да, то есть я, азгесим, тем сложнее нам становится, потому что мы как будто, как будто забываем, вернее, не успеваем научиться, потому что мы личностно взаимодействуем. И он вообще-то не куколка. И вообще-то, если он не решает какой-то пример, то это что-то значит? Например, отсутствие у него ответа на вопрос, зачем я это делаю, почему маме так вступило, почему маме так важно. Мама, что с тобой? Еще год назад ты умилялась, как вы мне рассказываете, гладила меня поговорки, мама, что произошло, что изменилось? А, ты всего лишь с соседкой поговорила. Мама, так ты же взрослая, разберись. То есть это важно, но сядь рядом со мной, решим этот пример, заодно ты тоже подумаешь, почему пример, а не, почему мы не сочиняем вместе анекдот, например. Потому что соседки пример же решают. А, понятно. Очень часто у психологов можно встретить такой совет, говорите девочке, что она красивая, а мальчику, что он сильный. Требуете от девочки нежности, а от мальчиков каких-то результатов. Вот насколько именно в педагогике вопрос гендерности имеет значение, насколько надо на это обращать внимание, воспитывая детей. Мы рождаемся с определенным набором, как мы с вами понимаем, признаков гендерных в том числе. Все в порядке. Теперь вот эта идея того, что отходящая к счастью, о том, что девочка должна быть домохозяйкой, там постоянно жарить яичницу вот этому самому человеку в шкуре, который добывает там неизвестно что. Ну, мы, в общем, с этого начали, и мы про это чуть-чуть поговорили уже. Человечество идет вперед, человечество задает вопросы, человечество видит себя сегодня сложнее, чем видело когда-то. Мне кажется, это правильно и это здорово. Нет, я не думаю, честно говоря, я не думаю, что мальчику нужно говорить, ты сильный, а девочке ты красавица. Нет, я так не думаю. И я даже не до конца понимаю, почему это так, то есть зачем это так. Обоснование, которое я знаю, а поправьте меня, если есть какие-то дополнительные, это обоснование 13 века приблизительно. Все понятно, да? Женщина зачем живет? Мужика радовать, господи, воспитывать. Мужика радовать. А мужика почему надо радовать? Ну, потому что, слушайте, он же действительно поле пашет, он же, так сказать, там, не знаю, коня останавливает на скаку, а вовсе не она, да, и так далее, и так далее. Ну, разве так мы сегодня живем? Ну, просто живем, не так. И в этом смысле, конечно, человеку нужно говорить, у тебя получится, я буду рядом, я тебе помогу, вне зависимости от того, речь идет о мальчике или о девочке. Теперь, если есть люди, которые говорят в этот момент, а что же будет, как же так, они же иначе перепутывают мальчики, они или девочки, вы серьезно? Вы серьезно? На полном серьезно мы про это говорим? Это связано с другими вещами. Точно? Ну, конечно, точно, слушайте, но приведите мне один пример, когда было наоборот. Ведь люди, которые говорят, что мужик должен быть, значит, вот этот свирепый, с челюстью вперед, и в случае чего вмазать, а девочка должна быть такая полурукодельница, полупроститутка, полу вот такое, а то что? А дальше, что говорят эти люди? Они говорят, а то такое будет, какое будет. Вот какое будет. А то ведь они все, я не знаю, что станут лесбиянками, гомосексуалистами, прям. Выдут, да, в переехать. Да, пример, один пример, один пример. Пусть люди приведут один пример. Один, не 10, не 15. Не надо рассказывать истории, выдуманные про, я не знаю, что-то там, неизвестно что. Про Европу у нас очень любят рассказать истории. А то же, что, посмотрите, что в Европе. Съездите, посмотрите, что в Европе, и вы удивитесь. Какая же школа, такие же, да? Такие же вопросы, такие же проблемы, слушайте, такие же вопросы, вот я, да, если где-то бываю и выступаю, даю вам честное слово, такие же вопросы, систему вопросов, да, систему координат абсолютно та же самая. Ну, то есть эта фобия, она надуманная, что... Как и все фобии. Как и все фобии, да, 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 совершенно верно. Теперь, в этом смысле разные девочки есть и разные мальчики есть. Не знаю, попробуйте сказать моей дочери 14-летней, что какой-то мальчик сможет, а она нет. Да просто это будет оскорбление высочайшего уровня. Да, потому что система координат, к счастью, или не волнуйся, ты знаешь, у тебя не получилось, но ты же девочка, слушайте, мне кажется, это дикое оскорбление какое-то. Да, или мальчику такой, ну, ничего страшного, ты такой грязный, у тебя сопля на плече, да, но ты же мальчик, девочка должна быть красивой, а ты ходи, ну, что это за бред? Да, а девочка не должна уметь постоять за себя, да, а девочка не должна, я знаю, принимать решение и понимать, как эти решения, я не знаю, реализовываются. А мальчик не должен быть нежным, сострадательным, ну, все должны быть всем. Плюс к этому, естественно, в нашем наборе, в вашем наборе, вот я на вас смотрю, но нет сомнения в том, что вы женщина. И вы смотрите на меня, полагаю, у вас нет сомнений в том, что я мужчина. Я имею в виду сейчас не первичные половые признаки, как вы понимаете. Набор, набор чего-то, мы много кто. Да, мы совокупность, я не знаю, характера, национальности, культуры, пола, да, и много-много чего. О чем ваша лекция «Эти невыносимые дети»? Судя по названию, речь сегодня пойдет о каких-то конфликтных ситуациях между родителями и детьми, причем не просто конфликтных, а вот прям о точке кипения, о накале страстей. Да нет человека, или редчайший случай, это, знаете, взрослый, который хоть раз в жизни не сказал «Да жуку, хуку!» Да? Злит он меня или она? Отлично. Это естественно. Мы люди. Это главная мысль, я вам заранее расскажу. Главная мысль – мы люди. У человека есть много-много разных проявлений. При этом чем человек отличается от животного? Свободой воли. Я могу посмотреть на себя со стороны, я могу с этим что-то сделать произвольно. Так что в этом смысле невыносимые дети, ничего страшного нет. Невыносимые мужья, невыносимые жены. Мы в разные ситуации попадаем. Теперь, ну дети, в отличие от мужей и жен, до определенного возраста зависят от нас абсолютно. Вот не на 90%, а на 100%. Значит, и ответственность наша выше. Значит, хорошо бы научиться с этим что-то делать. Потому что самый примитивный Путин – задушила бы, вот я бы тебя сейчас и все. И что? Мне от этого хорошо? Нет. Ему от этого хорошо? Нет. В будущем ему от этого будет хорошо? Нет. Вечер я испортил или испортила? Да. Это мой любимый человек? Да. Я испортил ему настроение или испортил? Да. Зачем? Потому что я не могла или не мог. Ну, тогда мы научимся. Это вообще не очень сложно. То есть, можно так сказать, что в любой вот ситуации, когда думаешь о том, что дети невыносимые и хочется там, ну… Поступаем так же, как думаем, как когда думаем, что муж невыносим, мама невыносима. То есть, получается, в этой ситуации надо выдохнуть и попробовать в себе найти проблему. Да не надо искать, надо выдохнуть. Нет, для начала надо выдохнуть, это важно. Или вдохнуть, наоборот. Эта фора в несколько секунд меняет наше поведение. Да, вот из импульсивного она становится минимально осознанным. Ну, водичка попей, что-то, господи, или что, покрепче. Спокойно, спокойно. А дальше действуй. Нет, хочешь сказать, наговорить гадости и наговори. Да, но из головы, а не потому, что в данный момент тебя что-то раздражает. И начальнику ты бы это не сказала, или мужу, возможно, ты бы это не сказала, потому что получила бы что-то в ответ. А ребенку сказала, потому что в ответ ты не получишь ничего. Ну, и как-то удивись этой системе. Спасибо. Большое спасибо. Если верить прогнозу погоды, то теплое лето 2021 года продолжается. Но никогда не рано задуматься о трендах наступающего осенне-зимнего сезона. Несколько идей обновления зимнего гардероба, гардероба верхней одежды, готовы предложить наши партнеры. Сегодня нам сложно представить свою жизнь без шопинга, а шопинг без распродаж. В магазинах Ахара стартовал сезон горячих скидок. Не упустите отличную возможность обновить гардероб по выгодным ценам. Покупать пуховик на распродаже не только выгодно, но и приятно. Вы выделили сумму на покупку одной вещи, а во время распродажи сможете позволить себе две. Например, удлиненный пуховик для городских прогулок и удобную куртку для отдыха на природе. Ведь цены на многие модели снижены больше, чем вдвое. Зимой такого не встретишь. При этом распродажа никак не влияет на ассортимент. Это все те же отлично скроенные и стильные модели. Подобрать можно все. Модную парку, теплую аляску, элегантные куртки, стильные пуховые пальто нежных и сочных оттенков. В погоне за выгодными ценами на распродажах не забывайте следить за качеством. В магазинах Ахара вы найдете именно качественные пуховики. Выбирайте магазин, который заслуживает доверия. Магазин Ахара объявляет грандиозную распродажу курток и пуховиков. Огромные настоящие скидки. Утеплить к зиме нужно всю семью. Порадуйте свой кошелек, посетите распродажу в Ахара, чтобы на несколько месяцев забыть о прогнозе погоды и смене сезона. А для удобства покупателей в магазине Ахара можно быстро оформить беспроцентную рассрочку. Магазины Ахара расположены по адресам. Проспект Победы 163 напротив Теплотеха, Проспект Ленина 71 у Алого поля, ТРК Космос второй этаж, ТРК Родник второй этаж и ТРК Алма. Ахара, купи пуховик от 2900 рублей. И не забывайте, что готовиться к холодам лучше в теплое время года. Так можно хорошо сэкономить и не торопясь выбрать ту вещь, которая вам по душе. Успевайте купить качественную верхнюю одежду по выгодным ценам. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Внезапно начавшийся дождь может легко испортить прическу, но это не самая страшная потеря, которую приносят осадки. Гораздо больше от шалости природы страдает обувь. Как правильно восстановить промокшие макосины, туфельки или сандалии с учетом типа кожи и применением современных средств, рассказывают наши эксперты, специалисты известных обувных мастерских Инна Калашникова, Алексей Гассий и Алексей Бурлуцкий. Два таких больших типа – это кожи. Туда можно отнести гладкие кожи, кожу рептилий, там, всеобразных. И замшу. Замша, нубук, велюр. Что касается ухода в домашних условиях, то замша – это обязательно уход, в первую очередь, на сухую. Лучше ничего не делать, дождаться, пока замша высохнет. Не рекомендуем сушить. Очень категорически запрещаем даже, так сказать, сушить на батареях, потому что идет очень сильное сушение кожи и деформация уголи. То есть температура должна быть примерно комнатной. После того, как кожа или замша просохли после дождя, приступаем к чистке. Ворсовые виды материалов не требуют нанесения чистящих средств. Загрязнения убираются только щеткой. Разные щетки, в зависимости от того, насколько замша грубая, опять же, либо мягкая, принимаете решение, какую щетку взять. Почистить ее можно и против ворса, и по ворсу, чтобы снять уже остатки загрязнения. Без всяких наполнителей, никакого воска, никакой там пропитки не должно быть. Если засаленные места, то есть вот такая вот каучуковая часть у щетки. Можно будет даже по кругу где-то вот хорошенько прочистить. Как правило, грязь остается наверху, если ее туда не втирать. И она легко уберется. Для удаления загрязнений с кожи специалисты советуют использовать очистители или бальзамы. Наносим на пряпочку, на какую-то ветошь, небольшое количество. Круговыми движениями делаем очищение. Все это дело протерли от загрязнений, поставили подсохнуть. Как только обувь очищена от загрязнений, замшевые изделия необходимо обильно пропитать. Мы берем водоотталкивающую пропитку, на расстоянии 25-30 сантиметров пропитываем. И не носить ее в одно определенное место, а делать распыл такой хороший. Лучше делать это несколько этапов. Чаще и расчесывать ворс, поднимать его прошли, допустим, по улице. Неизбежно где-то там загрязнили, попала пыль, там влага, высушили. Расчесали ворс, пропитали. Больше ничего для ухода за замшевой парой делать не нужно. А вот уход за гладкой кожей требует больших усилий. Помимо водоотталкивающих пропиток, дополнительно используют воск или крем. Крем нужен для того, чтобы защитить от влаги и создать внешний вид обуви. Питательный крем выбирайте, пожалуйста, по составу, в котором будет пчелиный воск и много других замечательных масел. Всегда, чтобы кожа была чем-то увлажнена, пропитана. Берем небольшое количество крема и на очищенную кожу наносим крем. Слой должен быть небольшой. Не надо размазывать это как, там, не знаю, солдатские башмаки гуталином. Завершающий этап ухода за кожаной обувью – полировка. Ее необходимо выполнять широкой щеткой с длинным ворсом. Нужна вот такая вот щетка. Щетка обязательно должна быть с натуральным ворсом. В щетине образуется температура определенная. Эта температура растапливает верхний слой воска и тем самым забивает поры у ботинка. Для того, чтобы, опять же, влага не поступила. Чтобы минимизировать попадание солей и загрязнений, существуют всевозможные пропитки водоотталкивающие разных производителей. Обязательно новую пару перед эксплуатацией нужно обильно пройти водоотталкивающей пропиткой и проходить периодически. Не носить одну и ту же пару обуви несколько дней. Давать ей восстановиться. Давать ей просохнуть, отдохнуть. Идеальный вариант будет, если хранится, она будет вот этот весь промежуток на формодержателях. Кожа, когда пересыхает, она неизбежно поднимает обувь, чтобы такого не было, хранить обувь на формодержателе, также не давать пересыхать. В межсезонье обувь необходимо консервировать. То есть правильно хранить в тот период времени, когда мы ее не носим. Правильная консервация продлевает срок службы и сохраняет внешний вид. Хранить ее чистой. Что замшевую обувь, что кожаную обувь. Хранится именно, она должна чистой, а не подготавливаться к сезону. Если пара хранилась вот в таком вот состоянии, она также пересыхала, потому что у нее нету, она не пропитана никакими ни кремами, ни восками. Ее приносят, говорят, вот, пожалуйста, подготовьте ее к лету. Это неправильно. Правильнее данную пару приносить, наоборот, сентябрь-октябрь, когда вы ее сняли, мы ее сделали. Все дальше, она у вас хранится, ждет своего какого-то периода летнего, сезонного. Мастера обувных мастерских, они подобно косметологам, подбирают средства по типу кожи, обеспечивают уход и продлевают молодость. В данном случае туфлям, сапогам и ботинкам. А аккуратная обувь – это, согласитесь, неотъемлемый атрибут успешного человека. Вы смотрите Beauty Time, программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Это все углеводы, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Как бы ПП-продукты, но не всегда это так. В каждом уважающем себя супермаркете сегодня есть отделы продуктов правильного питания. Обычно там такие товары, которые стоят дороже своих обычных, простых аналогов. И сегодня вместе со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой, мы выясним, а действительно ли эти продукты настолько полезны, насколько они стоят дороже, и вообще, как правильно разбираться в этом ассортименте. Ерюля, итак, мониторишь ли ты такие отделы, и что можешь сказать, как специалист, про это? Очень важно научиться читать этикетку. Когда мы смотрим на этикетку, по нашему законодательству, на составе, там должно быть на первом месте написано того ингредиента, которого больше всего в этом продукте, и дальше на уменьшение идет. Например, берем шоколад. Очень многие люди любят шоколад. Даже если на нем написано «съешь меня и похудей», например, но на первом месте у него стоит сахар, мы понимаем, что это не шоколад, а сахарная плитка. А чем в действительности вот эта шоколадная плитка отличается от шоколада в плане вреда или пользы для организма? В сахарной плитке, как мы назвали, сахарная плитка, да, там много сахара. К чему ведет это, мы уже с вами знаем. Да, 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 мы неоднократно говорили. А теперь про ПП-конфеты. Одно другому противоречит, с одной стороны, правильное питание, с другой стороны, что-то сладкое. Как разбираться в их ассортименте и какие из них самые полезные, а какие даже не имеют права именоваться ПП? Когда мы смотрим на батончик или на какую-то конфетку, то я бы рекомендовала выбирать белковые батончики, чтобы там был именно белок. Причем около 10 грамм на батончик белка, не меньше. То есть если там будет около в районе 2-3-5 грамм белка, то его белковым уже нельзя назвать, это просто сладкая конфетка. Также есть различные ПП-шные конфетки, да, и если посмотреть, то очень часто их состав из фиников, из кураги, а если мы посмотрим гликемический индекс фиников, то он очень-очень высокий. Самый высокий гликемический индекс именно у фиников. Поэтому, когда мы съедаем эту конфетку, она, да, будет натуральная. Там будет один финик, ну, просто финики, там может быть воды немного и может быть орешки. Натурально, да. Но для организма получается, что мы такую бомбу, маленькую бомбу замедленного действия съедаем, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Раньше были такие диабетические отделы, где все было без сахара и сахарозаменителей. Вот чем принципиально такая продукция отличается от аналогов? Да, действительно, есть в некоторых магазинах отдельные полочки, где написано «без сахара» или «диабетические», да, и там действительно не добавлен сахар в продукты. Но если мы посмотрим на те же печенья, те же прянички или конфеты, да, которые стоят на этих полочках, это все углеводы. А мы помним, что любой углевод, он повышает уровень сахара в крови. А в какое время суток нужно употреблять сладости для того, чтобы, ну, это было максимально безвредно? Лучше в первой половине дня и лучше уже на сытый желудок. То есть человек поел, да, на десерт можно немножко съесть. Вечером я не рекомендую этого делать. А какие еще продукты в отделах правильного питания у тебя, как у специалиста, вызывают вопросы? Хлеб. Смотрим всегда на хлеб. И есть хлеб цельнозерновой, есть хлеб зерновой. Если мы смотрим хлеб зерновой, это значит, он может состоять абсолютно спокойно из пшеничной муки первого сорта, да, как и обычный белый хлеб. И там бросили два семечка, и тогда можно назвать этот хлеб зерновым. Ну, юридически можно, но когда я беру хлеб себе, я беру цельнозерновой хлеб. То есть он из цельных зерен состоит, то есть не сердцевинка, а именно с оболочкой зерно перемолотое. Это значит, там есть определенное количество витаминов в том числе, там есть клетчатка, он более полезен, и он не поднимает уровень сахара в крови. А есть ли действительно разница, какая там мука? Если говорить, из чего сделано то или иное изделие, да, то есть из пшеничной муки или кукурузной, или еще какое-то, то мука, она и есть мука, и это углеводы. То есть сказать, что сильно отличается кукурузная мука от пшеничной, я не могу, потому что тот же гликемический индекс высокий, так же мы съедаем, те же углеводы мы получаем. Снеки, хлебцы, какие-то там правильные вафли, насколько они имеют право заменять хлеб, и действительно ли это полезно? Первое – это смотреть на состав, смотреть, из чего состоят эти хрустящие штучки. Перекусы, да, вкусные снеки. Да, вкусные снеки, потому что очень часто там большое количество масла, и там усилители вкуса такие, как сахар и соль, то есть это самые мощные усилители вкуса. Поэтому мы иногда можем есть, есть и не остановиться. Ну и еще добавляют там другие усилители вкуса, как глютамат натрия. В нем критичного для здоровья ничего нет, но дело в том, что действительно человек, когда ест продукт с содержанием этого глютамата натрия, то он остановиться не может. Он съедает намного-намного больше. Ну и вывод из всего этого можно сделать только один. Нужно ходить в магазин, как в библиотеку, и читать внимательно составы на всех продуктов. Только так мы не попадемся на маркетинговые уловки, только так сможем выбрать для себя только все самое максимально полезное. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Еще больше красивых сюжетов на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram и во Вконтакте. Всегда рады обратной связи с вами и до новых встреч в эфире. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok